Всем привет! В этом видео мы с вами поговорим о такой монете, как Aleo и как ее майнить. F2Pool опубликовал у себя запись о том, что будут комиссии 0% начиная с 13 по 26 сентября и приглашает всех к майнингу. Также большие обсуждения на эту тему идут на канале Коли Майнера. Здесь обсуждают все-таки Testnet это или нет. Часть информации я почерпнул именно отсюда, поэтому спасибо Коле за информацию. А также ситуация с Aleo очень интересна тем, что на Clor арендовали очень много ригов для того, чтобы майнить эту монету. Несмотря на то, что официального объявления о том, что майнет начался, не было. Здесь я вижу два пути. Самый безопасный путь это сдать в аренду вашей риги на Clor.ai и получать повышенные выплаты за аренду. Это самый безопасный путь. А есть еще опасный путь, это начать майнить монету Aleo. И при этом нет гарантии, что вы получите за это вознаграждение. Возможно, это какой-то неофициальный старт майнинга. И потом все будет перезапущено и обнулено. Но с другой стороны, не просто же так люди платят деньги за аренду наших видеокарт для того, чтобы майнить монеты Aleo и при этом готовы платить за это большие деньги. Далее видео настроим майнинг и почитаем, что же пишут об этом в официальном Дискорде. А перед началом видео зао всех подписаться на YouTube и Telegram каналы. У меня есть два Telegram канала. Один по майнингу, а другой по криптоактивностям, где мы делаем различные активности, получаем монеты бесплатно и продаем их на бирже во время листинга. Новейшее оборудование, которое видите на канале «Покупаю в компании Майнинг Центр». Это крупнейший представщик в СНГ. У них очень много позиций. Также есть свой большой Telegram чат, где вы сможете пообщаться об оборудовании. Есть свой сайт и YouTube канал. При заказе оборудования вы сможете указать, что узнали о компании Майнинг Центр через канал USM Fox и получить скидку. Все ссылки с этого видео оставлю в описании к видео. Обязательно присоединяйтесь. Очень много важной информации по майнингу. Итак, переходим в официальный Дискорд канал. Начинаем изучать информацию, стартанул все-таки Майнет или нет. Начинаем все с русского чата. Смотрим. Видим первый вопрос. Майнет это или нет? Говорят да. Изучаем статус человека. Видим, что он имеет статус маэстро. Вроде как ему можно верить, но до конца все-таки непонятно. Теперь посмотрим, какие каналы есть кроме русского. Есть украинский. Тоже много народностей. Посмотрим, что пишут здесь. Спрашивают, Майнет это или нет? Говорят, здесь уже нет. И переслают вот на этот анонс. Здесь написано, что сформировали генезис блок для Майнета. И о вознаграждениях за подобный тест поговорим позже, говорят. Ну и читаем последние новости из ветки анонсов. Видим то, что обновлена программа амбассадоров. Видите, написано Майнет Амбассадор Программ Апдейт. Давайте посмотрим, что здесь. И здесь пишется, как будто действительно Майнет запустился. Написано, как будет выглядеть программа послов теперь, когда мы запустили основную сеть. Ну и, соответственно, здесь уже показываются всякие очки амбассадорам, тестировщикам, которые будут начислять уже в основной сети. Видимо, для того, чтобы потом дать им отдельный дроп монет Алео. На основании информации из Дискорда о том, что нету прям конкретных объявлений о том, что наконец-то мы запустились, больше склоняюсь к тому, что официальный запуск нас еще ждет. А арендует видеокарты на Клор скорее потому, чтобы набрать как можно больше баллов и в будущем получить дроп. Соответственно, думаю, F2Pool это также интересно для того, чтобы он набрал больше дропа и, возможно, поделится с нами. Но это, конечно же, определенный риск. Возможно, если мы будем там майнить, то ничего не получим. Опять же, действуйте на свой страх и риск. А дальше видео будет показывать, как вам присоединиться на F2Pool и начать майнить Алео в надежде, что вы что-то за это получите. А также в описании к видео оставлю подробное видео о том, как сдавать риги в аренду на Клор, если вы хотите иметь 100% вероятность заработка в этом событии. Здесь у вас просто будут арендовать риги, и вы точно будете зарабатывать. Кстати говоря, сам F2Pool также говорит то, что они тоже не знают до конца, майнет это или нет. Поэтому все на свой страх и риск. Для настройки майнинга используем официальную инструкцию F2Pool. Здесь мы добавляем монету Алео, кошелек. Для того, чтобы получить кошелек, нужно будет зарегистрироваться на самом F2Pool. Когда вы зарегистрируетесь, здесь вот скопируете ваш ник. В моем случае это Ford S-Fox, у вас будет другой. Вот так его добавляете. Следите за пробелами, чтобы их не было по краям. Как-нибудь называете. Например, вот таким образом нажимаю создать. Настроить майнер. Здесь выбираю Custom Miner. Здесь вставляю установочный адрес из инструкции. Здесь вот таким образом ставим. Здесь вставляем адрес пула, пароль, x. И нажимаю применить изменения. И как-нибудь назовем. Алео, например, MainNet. Как-нибудь так, в надежде, что это MainNet. Ну и все. Запускаем это дело. Здесь, кстати, важный момент. Тут порт не прописан. Но его нужно прописать, иначе не будет работать. Вот, нужно дописать порт. 4400. Вот таким вот образом. После этого майн запустится. И вот мы видим то, что Worker 3070 отобразился на пуле. На ReOS все так же просто майнится. Переходим на кошельки. Здесь создаем новый кошелек. Называем его Aleo. Нажимаю добавить. Монету выбираем Aleo. Pool выбираем F2Pool. Ставим сюда галочку. Кошелек указываем. Это ваше имя будет. Вот это вот имя, да? В моем случае FortestFox. И через точку указываете имя Worker. Вот таким образом. И сюда указываете AleoMiner 303. После этого нажимаете Save. Ну и можно переключить полетный лист через дашборд. И все. Нажимаем применить. В случае же винды вам нужно будет скачать специальный майнер и в нем прописать также имя вашего аккаунта и имя Worker, который будет отображаться на пуле. Переходим вот по этой ссылочке также. Я ее ставлю в описании к видео. Здесь скачаем AleoMiner для винды. Распаковываем полученный архив. Открываем его с помощью блокнота. И сюда вставляем имя вашего аккаунта. Save to Pool также. И сюда через точку пишем имя Worker. Например, Windows. Сохраняем. Ну и все. Запускаем сам батник. Для того, чтобы выводить монеты с пула, вам потребуется кошелек. Но в данный момент непонятно, это майнер или очередная фаза тестнета. Поэтому, если это будет действительно майнер, то у меня в Telegram канале я размещу новость о том, какой именно кошелек использовать. Пару слов по поводу разгона. У меня наивысший хешрейт выдается при наивысшем энергопотреблении. Вот, например, здесь PL120 стоит. И если у меня достигается максимальный Power Limit, то здесь я имею максимальный хешрейт. И стоит мне здесь поставить, например, по ядру некое ограничение. Ну, даже по ядру ограничения нет. Если я по памяти ставлю ограничение, то в таком случае у меня падает Power Limit, соответственно, потребление. И понижается хешрейт. И тем самым, мне кажется, то, что данный алгоритм зависит как от памяти, так и от ядра. И максимальный хешрейт у меня почему-то получается, если я не трогаю настройки разгона вообще. Тогда у меня потребление упирается в Power Limit, и тем самым достигается наивысший хешрейт. Посмотрите, сейчас хешрейт 382. Сейчас я все это дело уберу, настройки разгона, и перезагружусь. И посмотрим, как у меня изменится хешрейт после перезагрузки. Вот я перезагрузился, соответственно, настройки разгона сбросил. У меня Power Limit сейчас максимальный из возможного. Я вот ограничил до 110 вот на этих картах. И тем самым достигаю 750 килохешей. На этом у меня все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал, на Telegram-канал. Все ссылки оставлю у себя в закрепленном комментарии в Telegram-канале. Если что, присоединяйтесь. Также у меня есть Telegram-канал по криптоактивностям, где мы собираем бесплатно монеты и продаем их на листинге. Также обязательно присоединяйтесь. Всем спасибо за просмотр.